Важность создания погранично-пропускного пункта между Азербайджаном и Арменией на Лачинской дороге отмечена в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора между главой МИД Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Домфрид. В Турции завершился сбор подписей кандидатов для участия в президентских выборах, назначенных на 14 мая 2023 года. Таким образом, наряду с Раджепом Таевом Эрдоганом за президентское кресло поборются еще три кандидата. В Тель-Авиве нестихают протесты, направленные против премьер-министра страны Бениамина Нетаньяху и инициированные им судебные реформы. Демонстранты строят баррикады и устраивают стычки с полицейскими. Важность создания пограничного пропускного пункта между Азербайджаном и Арменией на Лачинской дороге была отмечена в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора между министром иностранного дела Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Домфрид. Джейхуном Байрамов проинформировал собеседницу о ситуации, сложившейся в регионе, в том числе о недавно провокациях Армении, которая продолжает перевозить личный состав и боеприпасы на суверенные территории Азербайджана и мирных шагах, которые предпринимаются Азербайджаном против этих провокаций. Была подчеркнута важность открытия пограничного пропускного пункта на Лачинской дороге с целью пресечения незаконной деятельности на территории Азербайджана. Министр также обратил внимание на неконструктивные подходы Армении, препятствующие переговорам по мирному договору, подчеркнув, что Азербайджан в любой момент готов начать переговоры по подготовке мирного соглашения. Карен Домфрид в свою очередь подчеркнула важность нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией для восстановления мира и развития в регионе. Была выражена беспокойность, наблюдаемые в последнее время напряженные ситуации в регионе. Озвучим призыв к урегулированию всех противоречий путем переговоров. Сообщалось, что американская сторона готова поддержать процесс. Ни одно государство или юридический орган не могут выступать против сувенирного права Азербайджана на установление контрольно-пропускного пункта на своей территории. Так, в ходе передачи «Актуально сегодня» с Ананом Рзаевым на телеканале CBC прокомментировал резкие выплаты российского миротворческого контингента в адрес вооруженных сил Азербайджана председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев. К сожалению, российская сторона тоже отвергает наш проект контрольно-пропускного пункта, предложение которого сделал президент Азербайджана армянской стороне. Россия говорит о каких-то возможных контрольных механизмах, сканерах и так далее. Надо отметить, что со стороны определенных кругов есть сильное давление на Азербайджан. Армяне здесь задействовали достаточно сильные рычаги определенных политиков на Западе. Вот они сейчас ссылаются на решение международного суда ООН. Поэтому, я думаю, в этой связи мы должны ожидать, что на нас давление будет усиливаться. Но я опять же говорю, решение очень простое. Установить контрольно-пропускной пункт, и там будет видно, кто пользуется ли эта дорога в военных целях, кто там продвигается и так далее. С точки зрения международного права и нашего национального права, я считаю, что единственный возможный выход, потому что мне и мои контакты тоже с западными, скажем, коллегами, позволяют мне сказать, что ни одно государство, и ни один, скажем, даже юридический орган не может выступать против Азербайджана, если мы установим там таможенный или же контрольный пункт пограничный. То есть это право суверенного государства. В свою очередь, политический обозреватель Гюльнара Мамедова заявила, что неконструктивный подход Еревана к вопросу установки контрольно-пропускного пункта на Лачинской дороге дает основания полагать, что Армения хотела бы и далее использовать этот маршрут для совершения военных провокаций. Наличие КПП на пограничной территории – это естественный процесс. Рано или поздно он должен быть применен. Тем более, что тот факт, что армянская сторона упирается и противодействует всяческие установке КПП, еще раз подчеркивает, что армянская сторона злоупотребляет отсутствием контроля с азербайджанской стороны. Им есть что скрывать. Я думаю, что есть достаточная информация, подтверждающая, что армянская сторона продолжает перевозить, пользоваться этой дорогой. Есть кадры, они показывают. Да, есть кадры, есть свидетельства, мы живем в век информационных технологий, что они туда перевозят. И это все подчеркивает, что армянская сторона продолжает нагнетать ситуацию. После объявления премьер-министром Израиля Бениаминем Нетаньяху решения о приостановлении судебной реформы, люди по всей стране вновь вышли на улицы. Глава правительства Израиля заявил, что данное решение было принято, чтобы предотвратить возможную гражданскую войну в стране. Демонстрации прошли в Тель-Авиве и других городах Израиля. Для разгона демонстрантов полиция применяла водометы. Часть протестующих заявляла, что решение правительства о проведении судебной реформы в Израиле может привести страну в состоянии глубокого кризиса. Однако сторонники законопроекта высказывали недовольство из-за решения Нетаньяху отложить проведение реформы. Во-первых, предложение по судебной реформе, которое выдвигал Нетаньяху, очень опасно для страны. Мы должны думать о глобальном положении Израиля, его весе на мировой арене. Поэтому мы не можем позволить себе разобщенность. И, во-вторых, нельзя забывать, что наш враг номер один – Иран. Сейчас нужно сконцентрировать все свои силы на этом, а не думать о какой-то судебной реформе. Я считаю, что правительство не должно было откладывать принятие судебной реформы. Нужно было довести дело до конца. Эта реформа действительно пойдет на благо Израиля и приблизит нас к передовым демократическим обществам. Не понимаю, почему у этой реформы столько противников. Я буду протестовать до тех пор, пока эти реформы не будут полностью отменены. Потому что это не реформы, а переворот со стороны исполнительной власти. Они хотят присвоить себе всю власть, которую получили демократическим путем, а сейчас сами рушат эти устои. Я продолжу делать все возможное, чтобы что-то изменилось. В Турции завершился сбор подписей кандидатов в президенты. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия страны. Таким образом, кандидатами в президенты на выборах, которые состоятся 14 мая 2023 года, станут Кемал Каличдару Глу, Мухарем Индже, Эрджеп Таеб Эрдоган и Синан Уган. Отмечается, что Эрдоган и Каличдару Глу были выдвинуты парламентскими фракциями, и сбор подписей им не понадобился. Окончательный список кандидатов в президенты высшая избирательная комиссия опубликует 31 марта, после чего начнется предвыборная кампания. Выборы президента и членов парламента пройдут 14 мая. После февральских землетрясений в Сирию на добровольной основе вернулось около 60 тысяч беженцев, лишившихся жилья, либо потерявших родственников в Турции. При этом военные решительно пресекают попытки нелегального пересечения государственной границы. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе визита к приграничную в Сирии провинцию Хатай на юге страны. Акар вместе с начальником генштаба вооруженных сил Яшаром Гюлером побывал на базе Кумлу, где осуществляется командование и управление антитеррористическими операциями «Щит Ефрата» и «Оливковая ветвь» на севере Сирии. Далее глава Минобороны Турции отправился к нулевой точке турецко-исламской границы, затем на боспост в поселке Кавалджик района Риханлы. Говоря о ситуации с мигрантами, Акара проверка утверждения о том, что после февральских землетрясений власти Турции регистрируют большой поток беженцев из Сирии. Утверждение о росте потока мигрантов не соответствует действительности. Это ясно и недвусмысленно. Мы провели проверку на линии границы, разговаривали с гражданскими и военными, провели встречи, сообщили общественности, что всё это клевета, и дела обстоят совершенно наоборот. После землетрясения в свою страну добровольно вернулись около 60 тысяч человек. Вооружённые силы Украины получили 18 немецких танков «Леопард-2». Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции в Роттердаме по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рюте. В то же время Шольц вновь напомнил, что Берлин оказывает масштабную всестороннюю поддержку Киеву и уже поставил различные современные системы вооружений. Ранее правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков «Леопард-2» и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. 24 февраля Германия приняла решение поставить Киеву ещё 4 единицы техники и запасов вооружённых сил ФРГ. Мы доставили танки, как и было объявлено. Сейчас мы вместе с европейскими партнёрами также обсуждаем вопрос расширения производства боеприпасов и создания центров для ремонта техники в Польше, Румынии и Словакии. Это является частью работы, которую мы в настоящее время проводим. Во Франции на фоне протестного движения против пенсионной реформы наблюдается беспретендентная мобилизация сил правопорядка. 13 тысяч полицейских жандармов будут притекать нарушения в столице и регионах. Полиция готовится к 10-й общенациональной акции протеста против пенсионной реформы. Марши несогласных пройдут сегодня в Париже, а также 200 коммунных страны. По имеющейся информации, в них могут принять участие до 900 человек по всей стране, в том числе до 100 тысяч человек в Париже. В столице профсоюза начнут марш против пенсионной реформы с площади республики. Затем участники, как ожидается, направятся к площади нации. На фоне недовольства законопроектом о повышении пенсионного возраста рейтинг французского президента Эммануэля Макруна опустился до 28%. Это самый низкий показатель с ноября 2018 года. Во время протестов желтых жилетов президента поддерживали только 26% граждан. Согласно опросу против пенсионной реформы выступают 70% граждан Франции, а 64% поддерживают протесты. Сотрудники крупнейшего в стране нефтеперерабатывающего завода Гонфри Ларше, выступающие против пенсионной реформы, устроили забастовку. В результате предприятие полностью остановило работу. Работа «Франц-24» в Буркино-Фасо приостановлена. В начале марта в эфире данного французского телеканала были продемонстрированы фрагменты высказываний главы террористической группировки Буркино-Фасо. Власти страны считают, что своими действиями «Франц-24» предоставляет ему пространство для легитимации террористов. К слову, это не первый подобный запрет. В прошлом году решение о приостановлении вещания этого телеканала вынесли в Мали. Подробнее в следующем сюжете. Причиной запрета на вещание «Франц-24» власти Буркино-Фасо называют трансляцию в эфире высказываний лидера террористической группировки главы аль-Каида в странах исламского Магриба Абу-Абейды Аль-Ан-Наби. Он письменно ответил на вопросы телеканала, которые были зачитаны в прямом эфире. В комьюнике правительства Буркино-Фасо говорится, что предоставляя эфир первому лицу террористической группировки, «Франц-24» предлагает пространство для узаконивания террористических действий и разжигания ненависти для удовлетворения злых целей этой организации. На самом деле очень серьезное вмешательство во внутренние дела страны, потому что это террористические организации, которые всеми признаны как террористические организации, и такого рода вмешательство, такого рода трибуна, давать трибуну такого рода лидерам, это, разумеется, необходимо согласовывать с властями страны, то есть совершенно однозначно это очень грубое вмешательство во внутренние дела страны. В декабре уже здесь была запрещена, или просто им не больше, сняли совещание с французской радиостанции РФИ, которая является частью этого французского конгломерата, который вещает на мир. Между тем, руководство Франц-24 выразило сожаление из-за решения властей Буркина-Фасо. Канал заявил, что этот шаг был основан, цитата, на необоснованных обвинениях. Очень интересный выбор слов. Они начали свое сообщение с того, что пункты, находящиеся у власти, то это было написано не правительство Буркина-Фасо, а было написано хунта, находящаяся у власти. Вот они выбрали слова, очень подходящие, показывая их отношение к этой стране. В результате государственных переворотов Буркина-Фасо к власти пришли политические силы, не готовые в прежнем ключе сотрудничать с Францией и заинтересованные в поиске альтернативных партнеров. На протяжении прошлого года в Буркина-Фасо проходили многочисленные протесты военному присутствию Франции. По мнению участников, эта страна не поспособствовала установлению мира. Протесты были продолжены и в этом году. Здесь, в принципе, произошла такая очень сильная волна протеста, которая сейчас намного смягчилась на улице. Но, что касается власти, я думаю, совершенно однозначно они показывают Франции, что всяческое сотрудничество по борьбе с терроризмом с Францией прекращено. В январе власти страны заявили о разрыве соглашения, которое позволяло французским войскам присутствовать на ее территории. В феврале Буркина-Фасо официально объявила о завершении операции французской армии. После МИД Франции призвал сограждан соблюдать осторожность в этой западно-африканской стране. Эсмиралии, Восибиси. Трое детей и трое взрослых погибли в результате стрельбы, произошедшей в частной христианской школе в Нешвеле, штата Теннинсе, сообщает полицейский департамент округа. Полиция приняла меры в отношении стреляющего, который в результате был ликвидирован, сообщает полицейский департамент в социальных сетях. Один полицейский получил ранение в ходе ликвидации стрелька. У стрелка было два штурмовых оружия и пистолет, два автомата Калашникова. Поэтому я снова призываю Конгресс принять мой запрет на штурмовое оружие. Мы все еще собираем факты о том, что произошло и почему. Мы должны сделать все, чтобы остановить насилие. Оно уничтожает наше общество изнутри. В столице Германии сегодня открывается международная конференция «Девятый берлинский диалог по энергетическому переходу». Азербайджан на мероприятии представит министр энергетики Парвиз Шахбазов. В этот же день в Брюсселе начинается заседание Совета по транспорту, телекоммуникациям и энергетике Европейского Союза. В числе основных тем повестки дня – рынки газа и водорода, снижение потребления природного газа, пересмотр структуры рынка электроэнергии ЕС и другие вопросы. Биржевые трейдеры ожидают выхода данных по индексу потребительских цен Банка Японии, а также отчет Банка по монетарной политике. В Италии выходят данные по деловому и потребительскому доверию. В Великобритании выходит квартальный бюллетень Банка Англии, а руководство Банка выступит с докладами. В целом вторник будет насыщен отчетами Центробанков, в том числе Немецкого Федерального Банка и Европейского Центрального Банка. Отдельно с речью выступит председатель ЕЦБ Кристин Лагард. В США выходят данные по внешней торговле, товарным запасам, индексам доверия потребителей и производственной активности. Под конец дня огласят недельные запасы сырой нефти в США. Возвращаясь в Старый Свет, отметим, что сегодня открывается Европейский саммит потребителей. Приуроченный ко Всемирному дню прав потребителей саммит посвящен дальнейшему движению вперед в условиях множественных кризисов. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь на CBC, чтобы быть в курсе событий. Субтитры создавал DimaTorzok